господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 325 события дня иаков 4 4 прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру то становится врагом богу вот одно только вот это на исповеди спрашивали бы священники то и все бы увидел кто то есть дружба с миром ну как люди так и что человеческое мнение чуждо ведь оттуда идет все это оправдывается ну каноны мест священники говорят даже епископа ну каноны были как а то другие времена это сейчас другое время народ такое соблазна то есть сами колбасят что попало говорят она все это называется духовная проституция прелюбодеи изменники нас богу богу у невестил апостол павел через послание дальше говорить не еще не знаете ли то есть это яков пишет и что до того не понравилось мартину литер он это послание к вообще выбросил как это дела какие веры здесь нельзя вера и дела мало того сама вера делами называется вот дело божие чтобы верили того кого он послал и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу то есть не знаете ли это он хочет быть ну чтобы меня не гнали детей не гнали учат танцем в школе участвует в разных там таких мероприятиях вот это хэллоуин это полное отречение это сатанизм это уже не просто прелюбодеи и изверги поэтому священники такой покупает там разное режут яблоки и прочее виде зубов драконов на играетесь с кем играете то и получите как француз на полка до серопинца русский сказал вот все тешились франция франция на французском языке говорю теперь потеряли москву сожгли надо видеть в этом что то прелюбодеи прелюбодеицы я беру как эпиграф к сегодняшним событиям дня повторяю его не один раз потом меняю я показываю как это опасно это первый шаг отвергнуть себя дружба с миром это значит угождение нравится не нравится как сказать за это как бы не взяли но надо говорить о том же все и скажи и ты как михею посыльный говорил все так это и зачем тебе надо идти в армии надо идти убивать убивать главного попы за это стоят убивать надо идти обязательно там украину завоевывать сейчас украину надо завоевывать им прямо открытым текстом уже все это говорится ну что это хорошо с беларусь это тоже дружба какая будет когда лукашенко сказала я не согласен что отрывает как донбасс и прочее почему мы даже соглашаться с этим нет мы благословляем да вы еще ходила маша и дым-то напустил в библию смотри просветись дружба с миром не знаете ли дружба то с миром дети мои да но не они также дети священников комсомол вступали вот у нас барнауле прямо могу называть благочинный был вместо епископа отец николай павлович войтович сын у него александр дочь таня прекрасная но он стал священником благочинным и умер внезапно но она вышла там за олимпия матушка теперь ее там где-то маленько придавили я все это знаю почему у меня была возможность получить эти документы это были моменты такие я этого не хотел ничего но гляжу написано пишет что я отличница на доске почета как-то комсомолка и венчалась за это ее как говорят прищучили но если уже так нельзя я могу подать выйти из комсомола а отец там где-то у полномоченному сказал это было незаконно и они отстали от нее то есть она почему нет но спросите почему то такое время было на это время то какое было 80-е там 70-е годы но спросите на всех баптистов на всех старообрядцев на всех адвентистов кто у них был комсомоле по-другому нельзя было мне говорили нельзя было в техникум не поступишь в армии тебе там все равно заставят никто не заставил мы знали что это антихристы я знаю что то изверги рода человеческого дружба с миром весь мир бреется и бреется тоже но туда без зачем в городу бреете баптисты другие то вот они верующие наденьте платки на женщин мы все так традиции русского народа традиции в штанах ходили русские женщины ходили без пояса но наденьте пояс и бороду не трогайте хотя бы два момента вчера я решил узнать почему как только галстук снимает обязательно верхняя пуговица должна быть расстегнутая почему ответ то не дают но ответ дают на такой который они скрывают на самом это все знаки масонства или галстук надень а если нету форма это положено а если застегнутые нельзя пишет нельзя это деревенщина значит пуговка застегнутая деревенщина войну прошло 10 миллионов под ружьем деревенщина и попробуй расстегнутая было даже в окопах даже полумертвые все застегнутые а что это централизует я спросил одного торгует магазине гру ты верующий а зачем ты пуговку растягиваешь верху то все это видно развалится но она же пуговица пришитая но пришить надо ну это чтобы показать что ну я доступный такой со мной да наоборот видно что-то расхлябанный тюхтя брать тебя товар даже не хочется то а ты будь подтянутый такой смотри как когда строим идут четко ясно видно что это послушание несут как надо правильно идти и обязательность на костюме две пуговицы то ниже не должна быть застегнута если три то две можно застегнуть ниже нельзя никак застегивать посмотрите на них путин идет амертоген рядом обама все расстегнут я вчера нашел оказывается то устав такой пуговицу стоп они это не считают за грех они не считают что на таком уровне мировые державы встречаются и речь о пуговке его там вокруг там пляшут я когда сказал ой вы мелочью заниматься не мелочи это ну звезда и свастика разница есть или нет и крест крестов звезды пожалуйста свастики пожалуйста только распятия чтобы не было что понимать то знаки поставили знаки свои вместо знамений на шейдовид говорит это я отвечаю за 1 ноября 2016 года и к этому же относятся как эпиграф 1 и она 2 15 не любите мир и не того что в мире театралы ходят артисты охлобыстин там это вот это федор к кори как как его там плавает по морю это надо как он кому медузам проповедует ахлобыстин кривляется стоит разговаривается с мирным и он даже ни слова ему не скажет мир обещанная церковь это блудница берется на звере багряном говорят уже о церкви чтобы этого не было нас хотя речь-то идет о мне церковь о городе кто любит мир в том нет любви очи то вот чтобы выжимает это любишься и вот прихорашивается священник выходит от архиерея и уже в приемной крест снимал себя галстук поправил и пошел еще непонятно то что приходит как на работу то людей совсем не учат то есть самый большой приток сектанты везде в еретики это делают папы все шлюзы открыты они над людьми не занимаются только начинаешь это говорить сразу православные тянутся а почему нас не учат сейчас хоть некоторые начинают учить масленников сергей там учить на михайлович как на него нападают ну где неправильно то ну покажите где неправильно я сколько смотрел не могу найти до посвящали вот тому дворкина специальная тема рождественских чтениях вторая тема обо мне было ибо все что в мире похоть плоти похоть очей и гордость житейская не есть от отца но от мира сего вот какой гордость его папы умирают буквально померзки живут то все начнешь говорить пропитанные миром этим так они же люди на ничего особенного нет там пионеры комсомол вступать было а сейчас то посмотрите на свое убранство комнаты как одеваетесь какие прихожане наденьте платки то хотя бы на ваших занятиях у меня в университете были все платках без платка ни одной не было так я в университетах преподавал мирских при советской власти не то что я особый какой то просто я говорил об этом и приходит от него пахнет табаком я предупредил если куришь я не могу тебя заставить здесь не курить и перед этим не курить хотя бы день чтобы не было запаха он пришел все отказать выведите его отсюда и все на этом кончилось и там где пропускают дежурный его из списков выщеркнул и больше не придет раз ты не слушайся тебе табак дороже о это жестоко какой делайте помягче преподавать университете чтобы у вас было как ничего не сделайте которые говорят то против иоанна 15 19 евангелие если бы вы были от мира то мир любил бы свое а как вы не от мира но я избрал вас от мира потому ненавидит вас мир причина вот как а у нас избрал и поэтому нас ненавидит и никакими словами там экстремист и фанатик и сектант и псевдо православный там ну что ж исполнилось то что здесь написано поэтому ненавидит потому именно и он избрал нас о избрал да как тогда разве это можно говорить сбраника и избран не там по сальё ролик и мое слово я избранник я избранник я избранник ну вот он избрал вас не избрал поэтому вам эта тошнота Оказывается, в этой обстановке можно верить. Верить, быть избранным Божиим. Я избрал вас. Вы не избранные. Поэтому так и бунтуете против этого слова. А грешен многогрешен. Иоанн 17,14. Я передал им слово твое, Отец. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Ничего себе. Христос со Христом сравнивается. И будем подобны Ему, говорит, там вечности. Святые говорят, о, сказать страшно. Мы Ему будем подобны. Ну, а дальше ролик поставлю. Посвящается всем ушедшим из Православной Церкви. Вот сюда зарядите только. Поставьте, ну, допустим, здесь даже вот есть. И вы на него поставьте Ctrl и нажмите. Курсор поставьте. И сразу все изменится. Вот курсор есть. Сейчас вот, смотрите, я нажимаю Ctrl. Так. Вот, все. Сейчас она откроет. Посвящается всем ушедшим. Сразу открылась. Вот оно. Вот даже можно сказать, кто Галендухин стоит. Александр Андрусенко. Смеется самый веселый Максим Степаненко. Тут я стою. Марьясов. Это не подбирал никто у нас. Это в лагере у нас. Ну, вот пять человек. Смотрите, как сообщество какое. Во мне что-то изменилось за это время? Нет. Меняется в этих людях в ком-то. В одном больше, в другом меньше. А в ком-то нет. Он только выше идет. Остается, друзья. Я уж не говорю в ком-то чего. Что-то во мне изменилось конкретно. Вот я даже могу. Включите. Святее, праведнее, спасителями православной веры ничего нет. И может быть ни одна вера так не загажена, не испорчена, как православная. И многие последуют их разврату. Вот я выпрещаю. Понятно? Откуда? Вот видно дальше. Я отвечаю, наконец. Для нежелающих, чтобы наши с ними беседы по скайпу были выставлены в интернете для всех. Когда комментарий приходит, я спрашиваю. Вот так. У нас все выставляется в интернет под запись. Вы согласны? Вы знаете, я спрашиваю, да или нет. Согласны? Ну, куда денешься? А другой, я не согласен. Я его сразу выключаю и больше он ко мне не придет. Все кончилось. Зачем мне это нужно? Ты сам себя боишься. Ты патриот. Говори хорошие слова. Хвали налево и направо. Хвали президентов всех подряд. Хвали. Там, что у вас есть? Мирское вы любите это. Курить можно, можно. Бриться можно. Можно. Можно, говорят, 200 раз жениться. Все можно делать. Но так это ваши будут слова, а не мои. Наши беседы. Так мало того, хорошие. Когда им что-то где-то пообещают, видимо, где-то. Как они гоняются за этими роликами. Ну, стереть надо. Потому что там ему никак нельзя по-другому. И вот здесь со мной знакомые. У меня такие беседы были. И они из сектантов постепенно стали православными. Я могу назвать их даже этих людей. И такая беседа. Такие у нас. Ну, встреча такая только здесь, в интернете. И вдруг он сразу начинает говорить. А как вот священником стать? Ну, я говорю, поступить в семинарию. Там, патриархийное. Где-то. И, видимо, где-то что-то узнали, что он со мной знает. Дальше я не знаю. Но он прекращает всякую связь. Внезапно. Не против. В друзьях в моем мире остается. Может, мой мир показывает, кто приходил. А в других-то местах не видно, кто приходил. Я ему пишу, что случилось. Больше ни одного ответа. Это не один человек. И не только здесь, и за рубежом. Понимаете? Ко мне отношение особое. За связь только со мной, что они прямо лопаются. Приезжает нам митрополит Сергий Иванников. Здесь. Так на него нападают. Кому вы ездите, владыка, то другое. А он смеется только. А почему, говорит? Завидуют вам, Игнатих. Завидуют. Потому что сами ничего сделать не могут. Из того, что вы делаете. А почему? Разве там что-то вредное для души? Мне только поясните, пожалуйста, и ради Христа. Или кто-то что-то имеет против сказанного там. Мне это непонятно. Я тебя тоже слова свои вымериваю. Наша жизнь вся еще до начала ее уже записана. Вся-вся до мгновения времени записана перед всевидящим Богом. Если мы тут будем вырезать эпизоды своей жизни ради расположения кого-то к нам, то что на суде Божьем будет? Павел прямо говорит. Если бы, говорит, я что, угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Это несовместимое, как мамоне, Богу и мамоне. Это невозможно. Это несовместимое. Не можете служить Богу и мамоне. А люди, ну, пришел раз там в год. Ну, и все. А остальное время трудится. Трудится хорошо, но невозможно угодить Богу. Откровение 20.12. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Сотрешь ты, не сотрешь. Это уже записано. За мысли, слова и дела Бог будет судить. Но веры-то нету, и поэтому дергаются, где не надо. Второе Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И то, что вот трусил там, переменял, изменял, это измена. Вчера были друзьями, сегодня. Идущий мой хлеб, то есть он питался на моих ресурсах. Тут вырос, пришел к православию, все знать не знает. Попы его таким сделали, безжалостным иудой. И все трясутся, чтобы мои враги не стали их врагами. Да это лучшие моменты в вашей жизни будут. Что мои враги. Вы сами-то не удостоились бы, чтобы у вас враги эти были. Боитесь, трепещете, трепещете. Живя в теле, доброе или худое. В теле, а не то, что за тебя там будут подавать милостыни и прочее. Я не против милостыни. Ты сам что делал, живя в теле? Соответственно, иначе будет несоответственно. Малахия 3, 16, 18. Но боящиеся Бога, говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя его. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим ему. Вот что. А не то, что вы сказали вслух. А теперь, да ты так думаешь. Если плохие мысли, дави их. А то, что со мной он и ко мне пришел. Ко мне пришел и мне начинает диктовать. Ты ко мне в дом пришел. А так, ну сказать так. Мои склады с сокровищами. Мой обед. За моим столом сидишь и командуешь. А я не хочу. А что это? Мы что, КГБшники какие-то? Я его выкидываю. Знаешь, что трепач, ничего ему не надо. Евреям 4.13. И нет твари сотворенной, а сокровенной от него. Но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Я к тому говорю, что не надо бояться. У нас, я встречал людей, которые вот запись, я раньше-то не думал, как огня бояться. Начинает закрываться и то другое. Даже Иванников, преступник, его ведут, он еще закрывается. Некоторые гитлеровсы судили. Не помогло, повесили. На Нюрбинском процессе тоже закрывались. Вы бы закрывались там, где людей мучили, когда убивали евреев, цыган, свидетелей и угово коммунистов. Вот там надо было закрывать себя вам. Что не пойду, я застреливать не буду. Попутно сказать. Исайя 26.3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Ничего вам не будет. Ты на него уповаешь. Проходит какое-то время и начинает. Я вот то другое, я говорил про мусульмана, у меня тут друг мусульманин, и теперь нападает на меня, и можно ролик убрать? Я даже разговаривать не буду. Ты дал согласие, уже согласие дал. Мало того, дал согласие, записали, и после этого еще пишет в администрацию YouTube и врет. Нахально врет. А подписывается, как сектанты, христианин. Не напишет кто-то. Христианин Александр, христианин там Виктор, Игорь. Христианин. Почему не говоришь, кто ты? Прямо спрашиваю, спрашиваю. Ну, назовись, как тебе имя-то? Я христианин. Да я знаю, что ты еретик. Конфессия, деноминация, это слово ересь замененное. Ну, скажи, как называешься. Баптисты говорят. Баптисты. Лютиранин говорит, что я лютиранин. Зародыш мой видели очи твои. Зародыш. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Что тут непонятно-то? Что тут кособощица-то? А я не хочу, чтобы... Ну, не хочешь, зачем ко мне пришел? У меня свои правила. Но вы могли бы сделать исключение. Зачем? Ты молодец, ты хороший. Говори хорошие слова. У тебя тайны есть. Тогда ты скажи. Напиши мне где-то тогда. В мой мир зайди и там напиши. Тайны. Я писать могу. Тогда тебя там не видно будет. Я в событиях дня, я отвечаю на вопросы. И поэтому стирание резинкой языка или мысли уже прошедшей ничего не даст при взгляде с позиции вечности. И откуда нам знать, из чего Бог даст произрасти пользы для многих? Это наша биография. И нам нужно беречь ее, не закрывать. Апостол Павел не боялся всю жизнь говорить, что он гнал церковь и убивал, голосовал за убийство Стефана. Деяние 26. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников и многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на это голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Да новые пришедшие ничего этого не знали. Зачем он это говорит-то? Здесь аж трясутся, что со мной разговаривали. И убрать, и убрать. Вот Дудин Сергей там и гонялся. Везде взламывали. Валентину с Тортицом взломали. Утром встаю, говорит, нигде ничего нету. В моем мире. А уже про уязвимые такие, как, ну, Ютуб там и говорить нечего. На форуме он таком взять не может. На форуме. Это мой форум, и он никак не может взять. Да и Петр Апостол не скрывал ни от кого, что он трижды отрекся от Христа. Да ведь не скрывал уже тщательно сокрытые свои грехи. Прелюбодеяние сверцами и убийство мужа и урии. Да никто не знал бы про это. Зачем же он псалом-то написал? И на форуме, говорит, место нашел бы. Попробуй обречили бы Сталина. А нам-то чего скрывать, когда тут только беседа двух верующих православных. Вот там бывает не православных. Верующих всему, что написано в Святой Библии в житиях святых. Я подробно сегодня хочу дать ответ тем, кто не хочет, чтобы под запись было. Ибо, интересно, вот под запись. Ну, не знаешь, человек, вроде бы ничего не против. Но бывает иногда нужно ему дать камеру. Я говорю, на, вот камеру убери, ты снимай. Вот в это время мы делаем, работаем. Он начинает терять силу. Прямо через несколько минут в обморок падает. Даже в доме, внутри дома. Это, Володя, она не создвигает с места? Смотри. Играет котенок. И даже дома снимать начинает. И сразу набивает, аппаратура выпадает из рук. Я понял, вот это откровенность. Так они сами-то не говорят. Их за кадром не видно. Все равно. Что-то в этом есть. Что пока не знаю. Даже снимать не может. Мы разговариваем двое. Я говорю, записать беседу. Даю в руки. И человек силу теряет и валится. Прямо буквально сознание теряет. Так что, бес, демон. Он обнаруживается через это. Я понял. Их листел 6.12. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Мы записали. Нас не будет. А люди будут еще находить здесь положительное. Вот сегодня один напал. Вот прямо ругаются. Матерками гонят. За что? Ну, в деревне. У нас что, в деревне? Я сказал, в деревне жить хорошо. Ничего плохого нет. Да кто такие? Сектанты! Ну, и дальше призывают просто к расправе. 1 Коринфян 2.11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Начинают обвинять. И вот ты это по этому делаешь, на меня записываешь, вот по этому-то. Откуда ты знаешь, с какой целью я записываю? Я ничего не добавляю, и тут же выставляю. Нет. Это вот такое. Это интриги разные строить. Интриги. Какая интрига? Интрига, это когда говорит одно, скрытое, что-то. У меня все открыто. Ну, 5800 роликов. Вздумайте. 5800. 20 555 фотографий наши. Ну, найдите еще. Просто найдите мне. Я не знаю, но помогите. У кого столько есть? Такое сокровище. Форм. 1593 темы. А в моем мире-то посмотрите, сколько всего. И вот судят, почему я это выставляю. Потому что это интрига. Какая интрига? Вы слово интрига, выходит, не знаете? Интрига. То есть, ну, сейчас я буду рассказывать об этом. Сегодня расскажу. Салом 49. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями, сообщаешься. Вот с кем не надо сообщаться. Добровольно. Речь идет не о записи даже. Вообще. А вы вокруг-то вас посмотрите, сколько воров прелюбодеев. Да и сами-то еще не ворыли, не прелюбодеи. Поэтому и боитесь света. Как писал Максим Горький. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут. Ни песен про вас не споют. Римлянам. 8. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Это по-мерзки. Скрывается, прячется что-то. Честному человеку скрывать нечего. Будет больше врагов. Достаточно больше похвалы тебе от Бога. Бой чего трясетесь над этим. Врагов будет больше. Горе вам, когда все будут хвалить вас. Похвалы ждать будешь. Словолюбцы. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Тихонович. Хочу поделиться следующим размышлением. Оговорюсь, что в некотором смысле оно иронично. Но с другой стороны, попадает под критерии, выдвигаемые к кандидатам в кавычках. На сиячь вам речь ниже. Согласно Слову Божьему. Вот видите, когда человек знает Слово Божие, он конкретно знает, где его применить. Как сказать? Не судите никак прежде времени. 1 Калифор 4.5. А о канонизации вполне сказано в ваших книгах и роликах. Трудно не согласиться с этим. Но исторически любят канонизировать и православные, и католики. Причем канонизация ряда святых спорна. Неоднозначно. Говорю об этом, потому что случайно обнаружил кандидата, в кавычках, для канонизации в Риме католической церкви. Кандидат, нужно сказать, не самый захудалый. Внимание! Рене Декарт. Да-да, тот самый создатель аналитической геометрии, основоположник новой европейской науки. Но каким образом святой? Слушайте внимательно, православное. Во-первых, христианин и католик до мозга костей. Иезуит, отличник, выпускник католического колледжа Ла Флэш, сформулировал одну из известных ныне доказательств бытия Бога. Ну, православных имеют, да. Матрона, она православная, Ксения православная. Ну, все. Федор, он воевал за Россию, Ушаков, Суворова канонизирует. Сейчас уже Сталин, уже канонизировали кое-где. Во-вторых, отказался добровольно от военной службы. Сложил меч, занялся научными исследованиями. Ну, тут Александр Невский, сказать, Донской не попадут. Уже все, ход закрыт. Они за войну, вояки, и до конца были вояками. Не попадут. Даниил, там, Московский, там, все, которые, Иоанн, Кронштадтский, это уже не попадут. Они все за войну ратовали. Против был, я знаю только, Николай Касаткин, японский канонизирует. Во-вторых, это во-вторых. В-третьих, миротворец, может, и не прямым путем, но вполне достойно в это звание. Изобретение им системы координат XY помогло сократить число дуалей в Париже. Дело в том, что в театре из-за мест часто возникали ссоры, превращавшиеся в кровопролитие. Вот как билися. И все это верующие, не любили мира. А введение системы ряд мест и присвоение каждому билету отдельных координат помогло уменьшить число недоразумений. Всего ничего места на билете написать только. В-четвертых, миссионер. В 1649 году Декарт по приглашению королевы Христины переехал в Швецию, где был учителем королевы. Шведская королева заставляла его вставать в 5 утра каждый день, чтобы заниматься с ней уроками. Королева вставала очень рано и заставляла философа пребывать к ней в 5 часов утра. Декарт не просто из уважения согласился быть репетитором у королевы-то. И в деньгах он тоже не нуждался. От отца ему осталось наследство. Его целью было убедить королеву и в ее лице Швецию вернуться в лоно церкви зереси проститантизма. Ну как это можно не канонизировать? Заодно это только. В-пятых, мученик. По официальной версии двора мыслитель простудился, подхватил воспаление легких и скончался от пневмонии после 4 месяцев пребывания в Стокгольме во время своей миссии. По другой версии ученый был отравлен. Первое предположение о том, что смерть Декарта не случайно подтверждала странная надпись на могильном камне, выгравированная по настоянию французского посла в Швеции. Он заплатил за атаки соперников невиновностью в своей жизни. В 1980-е годы были обнаружены документы, которые содержались в заключении медика о причинах смерти Декарта. Письма медика шведской королевы Йохана ван Вуллина к известному немецкому врачу Вильяму Писо. Его потомок, публицист Эйк Писо, разослал известную патологоанатому описания болезни, предварительно удалив имена и даты. Результат оказался ошеломляющим. Декарт умер от тяжелейшего отравления мышьяком. Враги у него были одни, еретики. Вот Сталина сейчас исследует по признакам, какие у него там что были внутри. И соглашаются, что отравили его. Отравили. Не сам он умер-то. Хотя всю жизнь курил трубку. Может, отравил табаком себя. Чем не кандидатура, Игнатий Тихонович? Вот такая интересная персона. Повторюсь, не подгоняй никого под канонизацию, упаси Бог. И отнестись к моей заявке, собственному изысканию, нужно с хорошей долей иронии. И в то же время обратить внимание на достойного христианина, чья жизнь, как мне видится, достойна церковной памяти. Вот как умно все сказано. Церковной памяти, только не канонизация. Для канонизации тут пять дверей открыты. Все подходит. Если решил разъяснить, что такое интрига. Интрига. Не ролики, интрига. Вы сначала разберитесь. Я сейчас запустил Википедию и слова Режегова. Интрига. Происки. Скрытые действия. Скрытые, а не открытые. Ну, что тут непонятно-то? Скрытые, а ролик-то наоборот все это вскрывает. А обычно неблаговидные. Какие неблаговидные? Если христианин, все он будет вскрывать. А вот теперь и понятно. Кто теперь? Это интрига у них, которую они пишут. Скрытые боятся, как огня. Для достижения чего-то. Ну, для достижения быть священником. Чтобы не было много врагов у них. Было больше друзей. Чтобы чаще исповедоваться, чаще при счастье. Что-то в этом есть. Вести против кого-то интригу. Интрига, это французское слово. Означает запутываю. Способ достижения цели манипуляции другими людьми. Слово широко применяется в отношении политических и бытовых ситуаций. Однако в военном деле сознательная разработка замыслов и планов противостояния и манипулирования противникам относится к сфере тактики и стратегии. Уже неосудительно для военных. Вот почему. Там все перепутано. Такой-то шпион, столько-то лет там, столько-то он был. И вот он, он жил во лжи всю жизнь. Выдавал себя не за того. Возвращаемся назад. Что верующий может запутывать? Если открыто говорим. Обречит она, что запутывает. Однако этого нет. Слово интрига-то вляпает, а сами не знают куда. Путем манипуляции другими людьми. Какая манипуляция? Какими людьми, когда двое разговаривают? В жизни где-то? Обречи конкретно, покажи. Этого делать нельзя. Интрига. Да даже обида и то не христианское дело. Интрига-то. Какой цели? Бывает, цель нужна, но никакой интриги нет. Павел Трайма говорит об этом. Положим, что я был хитр там или там брал лишнее от людей, но воспользовался ящим. То есть он хотел, чтобы люди больше жертвовали. Это он о себе говорит. Манипулирование. В русском языке применительно к ситуациям обыденной жизни слово обычно используется в контексте с негативной моральной оценкой создателя интриги. Как это можно? Верующего, за которым ничего не числится, обвинять его в интриге. Вот мне лично 77 лет. Меня проще всего ловить. Представьте, 41 том. Каждая книга 752 страницы. 5800 роликов, ничего не скрывая, беседы, тысячи проповедей, все установлено здесь. Меня подловить-то даже не надо, все на виду. И дальше какой... Слава Иисусу Христу! Старшая сестра проверяет, жив я, хорошо ли все. Вот. Обычно используется в контексте негативной моральной оценки создателя. Что морально не так сделано? Как это можно сказать? Интрига. Ведь это интригу человек делает, плетет и на кого-то. Кроме того, понятие интрига порождает формы заинтриговать, интригующие. Что обозначает заинтересовывать, возбуждать чем-нибудь, любопытство. И получается в основном в результате умышленных или неумышленных недомолвок, умолчаний и двусмысленных намеков. В небольших количествах с целенаправленно интригующие высказывания могут помогать делу и не воспринимать все негативно. Но злоупотребление такой формы речи может собеседников напрягать. Происки, козни, скрытые действия. Это объяснено слово, то у верующего-то ничего не может быть. А вот начинают. Если вы хороший, чего скрываетесь под разными никами, аватарами? Почему имя, фамилия не берете-то? Фальшь. Ни один апостол не делал этого. Уже вот это напрягает. Ну а дальше там картинку какую-то поставит. Боится засветиться, показаться где-то. То есть фальшь. И вот эти тролли разные там, флуды. Это кто это позволил такое делать? А это вот и есть. Это недосказанность, вызывающая интерес у человека. Вот интернет взорвал этот-то. Или даже показывает звери. Ну показана картинка, все. Просмотрел ролик, ничего этого нету. Вот, понимаете, заинтриговал. Посмотрел, ничего нет. Обманщик, я к нему больше и не пойду. В тот момент, когда человек заинтересован, он активно обдумывает эту недосказанность. Пытается сам подобрать ее продолжение. Рисует для себя огромное количество вариантов. В его голове возникает множество вопросов и много вариантов ответов. Другими словами, интрига и человек заставляет другого человека думать и спрашивать себя. Верующий не может этого делать. Тем более, говорят, у меня я открытым текстом говорю. Вы зайдите на наш сайт и 4124 ответа я даю в университетах, милиции, воинских частях. Три родные программы вел. Где может быть интрига, когда люди перед тобой сидят? Кого заинтересовать? Мне наоборот упрек. Ну вы могли бы сказать как-то завуалированное? Да, да, нет, нет. Что сверх того от лукавого? Когда меня судили, то отец Геннадий Фаст, он свидетелем проходил. Он говорит, у православных есть такое, ложь во спасение. Но Игнатий этого не принимает. У него только правда. Всегда правда. Как есть. Хотя бы она принесла и вред кому-то. Молчать или говорить правду. И судьи это секретарь все записала. В обольщении интрига используется для того, чтобы как раз заставить человека думать о тебе. Здесь возможность ее использования очень широка. Например, можно из любого окружающего вас объекта создать условия, при которых другой человек будет о вас думать. И думая о вас чаще, он возможно будет еще более спрашивать себя, почему, что такое заинтриговать девушку, парню. Об этом речь идет. По сознательному человеку эти вопросы будет ассоциировать с вами. Интрига в соблазнении, в частности, побуждает еще больше к вам интерес. Речь идет. Это мирские отмечают. Не о верующих. Речь идет. А верующих применяют. Если другой человек не чувствует к вам интереса, то через пару дней он вас забывает, интерес умирает. Здесь велика вероятность того, что вы более никогда с ним не встретитесь. Или вам по новой придется этот интерес пробуждать. Лучше всего этот интерес поддерживать и преображать его в еще более сильный. И все-таки, что же такое интерес? Конечно же, множество вопросов и попытки нахождения ответов на эти вопросы. Это все речь касается, как говорят, сексуальной сферы. Переносное книжное. Сложный сюжет в повествовательном художественном произведении. Переносная любовная связь. Вот куда ведет. Теперь я дальше поясняю. Возможно, это у верующих или нет. Второе к Каринтинам. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей присил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вот я лично не кончал ни семинарии, ни академии. Никакого высшего образования у меня нет. Поэтому все эти хитрости мирские для меня нет. Но у меня есть Библия, есть толкование святых отцов. Я прямо оттуда говорю каноны. Это интрига. Тут интрига вообще никаким образом, ни с какого пятерика, как говорится, она не подойдет. Павел говорит, положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал. Ну что, Павел был хитрый, лукавый. Допустим. Как? Положим. Это допустим. Сам не обременял вас, за ваш счет не жил, за вашим столом не сидел. Ну а деньги брал он, просил, жертвовали, чтобы. Я и этого не прошу. Я говорю, обязательно десятина, тут уже никак. А сколько жертвовать? Ну вы знаете это. Я ни рублем не воспользовался. Я был в Америке, выступал, и жертвовали люди. Ни одного цента. И за всю жизнь ни одного рубля. Почему? У меня правило. Если мне нечаянно сунули в карман деньги, я обязан отдать их, добавив свои. И поэтому, чем больше меня давали, тем более бедным я делался. И поэтому я карманы вот так руками зажимал, чтобы все мне не сунули. Ибо в поездке было такое. Ну, когда не миссионерская поездка. А когда миссионерская, ну это уже на дело, на бензин. Йов. Упрек позорный для меня выслушал. Я и дух разумения моего ответит за меня. Как я понимаю. Матфея. Но добыть слово ваше да-да. Нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. Верен Бог, что слова наше к вам не было. То да, то нет. Вот я всегда удивляюсь. Когда я уверовал и коснулся Господь моего сердца. Это в 62-м году. Мне как будто бы Господь заложил все сразу. И когда люди смотрят, а почему у вас никаких изменений нету. Вы тогда понимали так. Почему? Потому что это истина. Доступной формы для человека. Как конечной инстанции. Дальше нету. Ни один святой туда не зашел. И я не заглядываю. Моих знаний нету. Толкования моего нигде нету. Нету. Совершенно нету. Я обязательно на кого-то опираюсь. Кто так понимает. Когда говорят блудница на багряном звере. Там написано город. Нет, толковать не надо. Она есть толкован. Город. А какой город? Дальше он объясняет. Вавилон. Вавилон он назывался Рим. А Рим теперь три. Константинополь, Москва. Четвертому не будете. Как Епифаний Славинецкий. Значит, речь идет о Москве. Тут уж толковать-то не еще истолкованно. Слово наше. Да, то нет. Не было. Если да, значит да. Я никогда, даже не представляю, как бы я просил мой ролик убрать. Даже в мыслях не допускаю, считаю это кощунством и безбожеством. И все что-то редактировать бы надо. Вот вырезать, вот это убрать. Так просто неприятность такая остается. Так исказили свои души. Все это чаще исповедуйся, чаще причащайся. Совестью торгует. Каждое наше слово прежде рождения уже записано. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у нас, у вас, нами, мной, и Силаном, и Тимофеем, не был. Да, и нет. Но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем да. И в нем аминь. Славу Божию через нас. Вот у меня никогда этого не было менять. Сказал так вчера, а сегодня бы так. И этого не было. То да, то нет. Презираю это. Ненавижу просто вот это состояние. Колоссиным 3.9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. У меня интересно, пришли руководители адвентистов седьмого дня. И я их попросил. Вот сейчас что вы будете говорить? Это в духе святом или нет? Распишитесь. Ну распишитесь. Да. И они как? Ну да, я расписываюсь. Я пишу, что что я вам говорю, это в духе святом. Почему? Вот это каноны церковные я называю. Не мои слова. Они побоялись. Но это от Бога. Я говорю, я включаю магнитофон. Тогда катушечный был. Дальше стали говорить, и они запутались. Я говорю, теперь я пойду к вашему высшему руководству и покажу, как вы поведете. А мы откажемся. Так уже записано. А мы скажем, это подделано. Вот тебе да. Вот тебе и протестанты. Слово ваше доводит всегда с благодатью, приправлено солью. Не приснять, но подавать людям. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот я слышу, тут один священник, популярный такой, там, был на Украине, теперь здесь. Ну, сыпит, как говорится, просто из мешка дырявого. Ну, с такой скоростью, как пулемет на очередь. Ну, почему он нигде не говорит? Зачем отправляют там и там, воюют? Почему он не говорит? Что где-то так-то заметил неправильно в священном начале. Нигде. Ни слова. То есть он система, винтик в этой системе. И он уже точно знает. У него ума хватает. Иначе его вышибут сразу. А так он, как профсоюзный деятель. Я вот слушаю его, он как профсоюзный деятель. Говорит много и говорит хорошо, но людей не видит. Говорит для себя. Говорит, повторяет правильно, а говорит для себя. Он никого не видит. Люди заходят, выходят, проходят. Он никого не видит. Причищаются подряд все, он никого не видит. Включите Питимью, он не включит. Правила эти не для него. То есть перед людьми покрасоваться. И люди много собираются. Надень платки на них хотя бы. Скажи хотя бы раз. Скажи, чтобы не брились. А твои прихожане нет. Говоруны. Да я вас за тысячу верст вижу, кто вы такие. Он не интригует, ничего. Просто он винтик. И он знает, ему популярность. Дальше протоиерея. Дальше с отверстием будет служить. С открытыми царскими вратами. Называть нельзя. Если я назову, он бросится на меня. Нет. Мне говорят, а ты мог бы с ним побеседовать? Вряд ли. Если бы арестовали обоих и сослали на север, на лесопавал, там бы я побеседовал. Здесь нельзя. Нельзя. Он бросится по хлеще Дворкина. Я знаю и вижу их насквозь. Это винтик в системе. В своей организации. Неважно, кто он. Сектант, баптистом или православных, патриархийной обоими. Иоанна 8, 44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжится, отец лжи. Вот поэтому вы говорите ложь и поэтому боитесь. Боитесь, чтобы ролики эти были выставлены. Свои же, с вами же беседа шла. Иначе еще бы ты боялся-то. Матфея 5, 9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Интрига для раздора. А верующие миротворцы. Интрига, чтобы кого-то сделать врагами. Как? Ну а ты трудись миротворцем. Вот меня назвали не просто миротворцем, а с большой буквы. Приходилось сколько в семьях мирить. Между собой, там, мусульман с православными, протестантов с православными. Это Бог так делает, это дар. Быть миротворцем не возьмешь на себя. Не получится. Как миссионерам. Исход 2.13. И вышел он на другой день. И вот, два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А при чем это? Да при том, что он прямо сказал. Прямо не побоялся. И дальше я продолжил, что убийство человека. И пришлось бежать. Наследник фараонового престола. И вот так здесь. Вот у меня нигде ни разу не было, чтобы я кому-то льстил. Представьте, 41 том. И ни разу, нигде не говорил, глядя в глаза, лукавые. Я брал выше голов. И кто будет слушать, как мне это не касалось. Так сказал Господь Бог. Поэтому у меня любимый порог Иеремия, порог Михей. Я скажу, что скажет Бог. В притче 3. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Я отвечаю таким, кто нападает на меня. Не ссорься. Ты еще многое здесь получишь за столом. И к суду Божьей приближаемся. И там Бог рассудит. Притча 13.14. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Притча 17.19. Кто любит ссоры, любит грех. Кто высоко поднимает ворота свои, тот сыщет падения. Верующий не может искать ссоры. Не может интригами заниматься. Не может. Он не верующий. Притча. Или как говорит. Обвиняй в собственных грехах. Если хочешь сильнее уязвить, как Достоевский говорит. Притча 18.6. Уста глупого идут в ссору. И слова его вызывают побои. Я о зло говорю. Я говорю о ссоре. Вот прочитайте еще сколько. Вместо о ссоре. Для рожжения ссоры. Интриганы. Они, как правило, ссорят людей. Вот все места. Просчитайте. И вот в Новом Завете Павел говорит. Будем вести себя благочинно, не предаваясь, ни пированием православное. Ни пьянцу православное. Ни сладострастью и распутству. Сколько раз женятся. При живых женах венчают. Церковь. Епископ разрешает не распутствуя ни ссором и с завистью. Ну, прямо все к православным. Остальные для себя решите. Вот Павел, говорит, опасается прийти, не найти у них кто-то. А глупых невежественных. Чтобы ссор не было. Дальше. Второе. Царств. Как возникает. Нельзя, манистки сказали Анону, господину своему. Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слух своих к тебе? Это даже не интрига, лжесвидетельство было. Но похоже на это. И дальше что? Ну, и обрил каждому из них половину бороды и слух Давидовых. Ну, а дальше. Донесли Давидову, сразу же он их, брит их куда, велел им сказать, оставайтесь в верехоне в городе проклятие, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Ну, почему не сказал, вторую половину сбреете, чтобы одинаково, а тут отрастут дома? Нет. Это люди обесчещены. Пока отрастут бороды. Слово обесчещены. Смотрите. Они были очень обесчещены. Дина была обесчещена, изнасиловали. А это очень обесчещены. Отсюда мы выделаем, что это намного больше. Очень обесчещены. И увидели мы, что они взялись ненавистными Давиду. И теперь взяли пеших. Сколько? Сирийцев, 20 тысяч, тысяча человек, 12 тысяч. А дальше разбили их изнаролитяне. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц, 700 танков и 40 тысяч всадников. Это колесницы, это отдельно всадники. Это 40 тысяч, это самолетов, так можно сказать, или как. Поразиловая начальника собака, который там умер. А все из-за бороды. Если бы строго-то сегодня осмотрели. Ну включите, чтобы бороду не брить. Плотки женщины надеть. Вот это возьмите только одно. И вы увидите, что у вас никого не будет. Даже два человека не останется. А так, широкие врата, пространный путь. Галатам. Павел говорит, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину. Это я отношу ко всем, с кем разговариваю. Ревнуют по вас не чисто. А хотят, чтобы отучить вас, чтобы вы ревновали по них. Нормальный человек. Пришел через мои ресурсы, через проповедь, встречи, православие. Я хочу быть попом. Ему условие, не встречайся с Игнатием, не беседуй, не переписывайся. Когда Ахав увидел Илюда, сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиль? И сказал Илюда, не я смущаю, не я интриги устраиваю. А ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валом. Вот ответ. Сказал царь израильский Асапату. Ну дальше прочитайте, что здесь. И здесь как убивали одного. И что он им ответил на это. Вот так. Вот эти места просто просчитайте. Затормозите и просчитайте. А оно вредно не будет. Будет слово ваше. Да, да, нет, нет, я повторяю это. И как я всегда делаю, жирным, курсивом и красным. Так. Отцу его с лукавством. Это в интриге не относится, но близко где-то, сестричество. Дальше. Соломон. Если будет человек честным, то ни один волос у него не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет Адония. Мне принадлежало царство. И вот это очень можно понять за интригу вот здесь вот. То есть войти в это дело, говорить. И Бог что? И Он говорит, уловляют мудрецов, их же лукавством. И совет хитрых становится тщетным. У верующих никакой не может ни хитрости, ни лукавства, ни интриги. Нет, это не верующие. А обвинять могут. Обвинять в этом могут, а раз еще не понимают в этом деле. Нечествие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Смотрите, чтобы не относилось к тем, которые против. Поэтому и боятся. Боятся своих роликов. Блажен человек, которому Господь не имеет греха, в чем в духе нет лукавства. И теперь дальше про лукавство. Вот сколько мест. Коварное сердце. Это про лукавство. Остали лукавых людей. Затормозите и найдите то, что здесь есть. Я специально подобрал эти места, показать. И в обучении нашем нет ни заблуждений, Ни нечистых побуждений, ни лукавства. Я скажу так. Что для чего я говорю, беседую. В этом нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, ни интриги тем более. Слово это я знать не знаю. И если бы, допустим, во мне это было, уж КГБ исследовало, друзья, близкие, кто-то бы увидел. И как, когда все открыто? Как? То есть в лоб. То есть это, вы хоть маленько-то как-то скрывайте мне. Я не люблю этого. Прямо сказал, помолился, прежде чем сказать. Прямо, без всякого. Ну тогда что, Анафан пришел в виде притчи, рассказал Давиду о его согрешении. Эта интрига разве была? Нет, это притча. Вера Мурник. Христос посреди нас. Недавно смотрела ролик, где два батюшки осуждали вас в радиоэфире. Искали разные причины, чтобы вас оклеветать. Ну это я знаю, Сергей Дудин, Томской. Там Алексей Самсонов. Ну там сбоку припеха этот из Филадельфии в Скоротовске прильнул. Я это слышал разговор. Меня ни под какими видами не приглашают. И судят. Судят, у самих ничего этого нет, о чем судят-то. Нету. Перемалывают, слова мои там говорят, смеются, сидят. Все еще впереди. Все впереди. Мы еще в пути находимся. Как говорят, еще не вечер. Вы отвечать будете за вашу паству. Отравители. А я когда сказал это, ой-ой-ой, вы не так, это то другое. Да вы посмотрите, кто на вас. Вы друг перед другом лебезите. Вы даже беседуете, и вы оба боятся друг друга, чтобы где-то чего не сказали. Дудин после этого метался везде. Ролики искал, что мы с ним беседовали. Девять роликов. И никуда он их не делал. Одна из многих причин являлась тем, что будто бы вы там говорили, что нынче монахи принесли большой крах православия, нежели гонители церкви. Видимо, не большой, а больший. Если такое сравнение идет, то речь идет о И. Вот. Да, говорил. Многие думают, что это клевета. Нет, это не клевета. Это не клевета. Но они-то не говорят за что. За то, что они заблокировали людей. Это герои веры. Это все, все признаю. Они-то скрыли это. И не говорят, почему я так сказал. Почему? Я сказал то, что людей заблокировали, не пустили на благовестие. Обсуждайте. Андрей Кураев об этом говорит. Да многие. Проповеди нет. Вера от слышания. А какая вера была бы? Два миллиарда мусульман. Это их вина. Не проповедовали? Пожалуйста. Татарстан. Семь столетий позже. Пожалуйста. Люди восприимчивы были. Почему все этот Ближний Восток, все мусульмане, они проповедовали? Проповедовали, не благовестовали. Проповедовали мечом. Кто не принимает, убивает. У них такое. Вы до этого довели. Еще Мухаммада не было. Он был пророком православным. Но я очень часто путешествую по разным святым местам и вижу своими глазами, что вы говорите правду. Нынче монахи-меляне придают большое значение это не придают, видимо, придают. Описка. Большое значение обрядам, у которых нет никакого смысла. Например, и там поставил свечку, неправильно написал записку, либо неправильно сложил руки при общем благословении. И даже то, что без батюшкиного благословения нельзя молиться на четках и так далее. Вот она говорит, это действительно так. А кто вам? Батюшка благословил молиться по четкам? Вот четки. А кто вас благословил на миссионерская поездка? Три епископа благословили. Три епископа машину благословляли. Я считаю, что Господу не нужны наши подсказки, ведь Он все знает заранее нас. Вот я не думал, и ни раньше, ни позже она пришла, вот эта душа. Потому у меня вопрос, откуда все это идет? Откуда? А то, что люди нерожденные свыше, не имеют страха Божия, вот отсюда. Взаимнообвинения, они не судят. Клеймо, посадил другого, еретик. Пседоправославный вот на меня. Клеймо, еще что-то. Поэтому у меня вопрос, откуда все это? От безбожества, от потери страха Божия. Ведь нынешние монахи тоже так кем-то научены и воспринимают, что все это нормально и даже не догадываются, что это искажает нашу веру. Да они и веры-то никакой не знают. Как вы думаете, Игнатий Тихонович, кто за всем этим стоит? Да кто? Лукавый. Сатана. Кто там за этим стоит, чтобы уводить от Бога? Уводить от Бога. И кому выгодно совратить инощеский чин, а через них и нас, грешник, завести заблуждение? Кому выгодно? Сатане. Ну и лживым людям, его слугам. Благодарствую вас за ваше просвещение. Спаси вас, Христос. Вот. Ну и показать. Это я только за день взял, решил взять сегодня. Ответ. Я в основные дни это просто не беру это. Вот наши ресурсы. Вот. Это мой мир. Сегодня в мой мир я выставил все, что в роликах есть. Что уже? Там у меня пять. А сколько перегнал? Один, два, три. Еще два ролика загонятся. И что у нас здесь? Ну, видео. Четыре тысячи шестьсот семьдесят пять роликов. Двадцать тысячи пятьсот пятьдесят пять фотографий. Богатый наш ресурс. И ленточный вот православный форум. Очень богатый, исключительно грамотно составленный, удобный пользование. И ответы здесь все получите самые полные. Чем только тысяча пятьсот девяносто три. Все открыто. Регистрироваться легко. Канал. Вот наш канал. Вот сегодня я поставил утром. Сейчас подскажу. Семейный вопрос православный, живущий с сирианином. Семьдесят шесть. Златоуст семь. В десять раз меньше. А сколько? Два часа назад. Ну и так дальше. И пока был, сейчас я не знаю зайти. Кто говорит? Вот два. Цифра два. Красная это. Вот я открываю. Смотрите. Проповедь. Добавил плюс. А кто не понятно? Автозапись уже бывшего. Радость от воспоминаний. Радость от воспоминаний. Радость от воспоминаний. Это, что я с ним беседую. А на него нападают. Нападают, потому что человек изболелся весь. Что? Трогать-то его. И не понимают даже это. Наваливаются. И бесноватым назовут так же, и как угодно. За то, что со мной признаются. Ну и еще что? Это у нас есть ресурс. Большой. Наш православный библейский сайт. О! Не работает. Как это так не работает? Даже очень интересно. Почему же он не работает? Прямо удивление. Утром работал, сейчас не работает. Сайт не работает. Ничего себе. Ну-ка, посмотрим, может быть, откроется во свете Библии. Вот. Не работает. И тут же открылся. Вторичный повтор. Ну, бывает, система сбивается. Православный библейский сайт. Посмотрите, как он оформлен. Какой крест. Не с разными набалдажниками на краях. Ровный. Дальше. Эпиграфы. Слева. Христос. И написано. Вымысли человеческие. Ненавижу. Закон твой. Люблю. Псаломство 18. Справа. Слово твое. Светильник. Нагема и Свет Зимаи. Во свете Библии. И один, Владимир Мощалин, написал стихотворение. Положили на музыку и спели. Я сегодня еще раз покажу. Во свете Библии. Вот. 4124 ответа. Вот сюда заходите. И хоть в одном. Задание всем даю. Найдите, где от меня была интрига. Я никогда такого слова-то даже не слышал. Ну, тем более в свой адрес-то. Уж мне-то говорит об этом. Это для интриги ум нужен какой-то. А я нигде умом-то и не пользуюсь. Я беру готовое. Где? В моих ресурсах. 4124 ответа. 5800 роликов. Там интрига. Фотографии я что-то подделал. Я целиком ставлю. Я прошу, помогите мне найти, где я какую-то интригу сказал. Чтобы поссорить человека, сделать врагом. Я обращаюсь ко всей вселенной. Помогите мне, пожалуйста, ради Христа найти. Потому что гнусный упрек я получил. Да как будто бы и ко мне это, что я интригу какую-то делаю. Это вообще смешно. Вот даже не то, что говорить даже стыдно про это. И вот я покажу сейчас по свете Библии. Не все это знают где. Твердость руки и сомнения нет. В христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты и земля. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И чтобы ни одного пьяницы не было, все были по форме, одетые в храме, строгая была дисциплина, включите все каноны, эпитемия, чтобы работала, оглашенные из идити было. Нет, это если есть, покажите где, где, в мировой практике хотя бы было раз, где нет. Мы делаем это совершенно, дела-то, которые все считают невыполнимы, считают это невозможно. Но мы делаем это, мой лагерь. Я просто утверждаю, что такого лагеря в мировой практике не было. Не было. И поэтому такая ярость на него. Но ничего сделать они не могли. Худо, плохо, теплится жизнь. Приезжают люди, интересуются. Вы говорите, ничего нет. Мы бы поехали к вам, поучились. Ну как, в командировку вы послали батюшку. Батюшка не такой. Батюшка говорит, какой я должен быть? Вы покажите мне священника, я поеду туда, я поеду все равно осенью. Я сразу к нему пойду. А я не знаю. Так это картинка, ты на бумажке видел. Она на деле. Наш батюшка с тарелкой не ходит. Не ходит. Сумел установить десятина. Своё хозяйство, колостовец. Жена работает. Ему не надо ни лукавством брать, ни хитростью, о чём Павел говорит. Не надо. У него всегда всё есть. Он работяга. Сам сено косит. И видно, матушка с милами носит, работает. Он из четыре огорода. Агроном. Ну вот и покажите. Мы с удовольствием, чтобы батюшка какой-то, кого батюшка узнаете, чтобы он организовал новую деревню. И с нуля началось. И все были православные. Не пить, не курить, не материться, не воровать и проще. Какой у нас порядок? Вот тот порядок, который у нас есть в храме, я пока нигде не видел. Даже у старобрядцев вроде бы общинность есть. И всё хитро, как сделали. Если не замужем, голова наполовину открытая. Закрыть не могут. Или боятся, что она не замужняя останется, показать. Да это так можно узнать. Ну, то есть, вот это. И идут на благовестие. 300 лет ни одного благовестника не было. Ни миссионера. Уж про это и говорить не надо. И там нет ничего. Я протестантов и не беру, раз нет связи с церковью. Каждый называет себя церковью. Протестантам одно. Хотите проверить себя? Начните не прыгать, не скакать. Перестаньте бриться. Снимите галстуки. Женщины, чтобы были не просто вуаль какая-то накинута, а чтобы ни одной волосинки не было. Посмотрите, как мусульмане одеваются, как у нас одеваются. Два платка. Не получится. Вы поэтому... Да, это не нужно. Но по-другому не нужно, что вам не сделать. Вы сделаете в семье хотя бы своей. Не получится. Хотя бы одна сделайся это. Не получится. Вы ее заклюете. Как тут ходил баптист у нас. Хороший. Бороду решил отпустить. А уже на пенсии давно. Белая. Лебедев. Отделенные баптисты. Заклевали. Он говорит, я никогда не думал, что борода такое значение имеет. Прямо сними бороду. Убери бороду. И молодежь подходит. Обнаглели, говорят, совершенно. Вот какое дело-то. Вы коснитесь по любой теме. Ворохните палкой в этот змеющийник-то свой. И увидите, что там получится. Попробуй, священник, сейчас введи правила. Кто посты не соблюдает, не исповедовать. Который пьет, на два года отлучается. Безбородок не допускать. Женщина, если носит брюки, выгоня ее мерзавку. Она мерзость. Мерзость перед Богом. И ни на работе, нигде, чтобы на брюках не было, не получится. И поэтому тогда это не надо. Это в старые времена лукавые интриганы. Все на этом. Слава Господу нашему Иисусу Христу.